Приемная мама Антона Шоки стала преподавателем и хореографом по пластике на Доме-2. Правда, Антон жалуется, коллектив начал обижать мою маму. Оксана приехала меня поддержать, а коллектив ополчился. Я не знаю, что делать, то ли против коллектива переть, то ли Оксану поддерживать. А совсем скоро нам в эфире предстоит увидеть, как женщина решилась на откровенный разговор с Викторией Комиссаровой, чтобы облегчить страдания Антона. Приемная мама Шоки пригрозила Вике тем, что если та приблизится к ее сыну, то получит по полной программе. Оксана пообещала вырвать волосы бывшей девушки Антона, как только та выйдет за периметр. Виктория все-таки сдержалась и попросила недоброжелательницу уйти из женской спальни. Валерий Блюменкрант и Тата Абрамсон подали заявление в ЗАГС. Дата свадьбы пока неизвестна. Ольга Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию с Андреем Малаховым. Снимок был сделан в Останкино, поэтому стоит предположить, что Оля поучаствовала в одной из программ Андрея. Девушка поблагодарила коллегу за прекрасный эфир, однако более подробную информацию рассказывать не стала. Вполне вероятно, Малахов организовал отдельный выпуск про Ольгу Бузову в связи с тем, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов собирается снова жениться. Также ходят слухи, что Оля совсем не случайно мелькает на Первом канале и намерена там поработать. Отмечу, что на фоне противостояния Первого канала с ТНТ, в случае чего Ольге придется сделать выбор, совсем скоро появится более подробная информация о программе с участием Бузовой. Марине Тристану мне так и не удалось найти общий язык ни с Валерой, ни со своей дочерью Татой. За несколько месяцев совместного проживания на съемочной площадке вся эта троица успела устроить так много скандалов и открыть такие ужасные семейные тайны, что зрители уже давно начали предполагать, что этой женщине пора покинуть проект, дабы не позориться еще сильнее. При этом многие осуждали, как и саму Тату, которая позволяла в адрес своей матери ужасные вещи, так и Марину Тристановну, которая ради позорной проектной славы готова на всю страну вынимать пыльные скелеты и шкафов, а потом радостно бежать в клинике пластической хирургии за премией. Но, как выяснилось, женщина не собиралась отрываться от халявного корыта, ведь уже вчера она приехала на съемочную площадку, чтобы продолжить участие в Доме-2. Зрители окончательно разочаровались в этой женщине, ведь наверняка редакторы приготовили для этой семейки еще много всего интересного. До свадьбы Таты и Валерия может произойти все, что угодно. Кристина Ослина и Виталий Малышев больше не пара. Ребята пытались построить любовь, но, видимо, не срослось. Девушка прокомментировала это так. Лучше пусть останутся хорошие воспоминания, чем продолжаются плохие отношения. Бывшая участница Евгения Феофилактова заявила о том, что приняла решение подать на Гусева в суд, дабы его обязали выплачивать алименты. Дело в том, что Антон вообще прекратил общение с мальчиком. Последний раз он с ним встречался как раз тогда, когда ездили отдыхать в Дубае. Ранее девушка жалела своего бывшего супруга и не хотела решать с ним дела в судебном порядке. Теперь же она настроена иначе, так как видит равнодушие отца по отношению к сыну и не намерена прощать ему это. Как выяснилось, Марину Африкантову именно заставили лететь на острова. Уже завтра Марина вылетает на Сейшелы, чтобы помочь разобраться в отношениях Ивана Барзикову и Лизе Полыгаловой. Девушка сообщила, что просто вынуждена лететь на остров, хотя сама того не хочет. Не так давно Африкантова вернулась с острова и только-только обосновалась на поляне, увидев реальную возможность найти нового молодого человека. Из-за причуды руководства Дома-2 Марина обязана лететь на Сейшелы, хотя сама до конца не понимает, что будет там делать. Блондинка призналась, что действительно получила сообщение от Ивана Барзикова. Однако в них парень только интересовался, как дела на поляне. Причем подобные письма были и другим участникам. В итоге Лиза приревновала Ваню, поэтому Марине придется разруливать эту ситуацию. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.